Саламастра Мухуметта Утандастар! Здравствуйте, уважаемые соотечественники! Я сегодня выхожу на самом деле в экстренный эфир и выхожу в связи с событием, которое происходит в городе Актау. Вчера похитили Аблаваса Джумаева, известного активиста в городе Актау, которого власть регулярно преследует. Его жена тоже известный активист Айгуля Кберды. Она вчера вышла в видеоэфир с сообщением о том, что пропал ее муж. В 8 утра он еще был дома, но в 10 его уже дома она не обнаружила. Более того, Аблаваса Джумаев никогда не расставался со своим телефоном. Если он куда-то уходил, он обычно всегда звонил, предупреждал и так далее. В этот раз телефон оказался его дома. И там, безусловно, существуют разные важные сообщения, которые говорят, по сути дела, причины, по которым, наверное, он и похищен. Но сегодня полиция рано утром пришла домой к Айгуля Кберды, зафиксирует факт пропажи человека. Я хочу в этой связи сказать, что все это происходит на фоне массовых преследований активистов по всей стране. Большое количество активистов посетили село Талабкер. Это город около города Астаны, на родине Дулата Агадила. Там сейчас идет АСАР, строительство дома. Буквально, что называется, последние дни остались, чтобы завершить строительство. И немало активистов приехало помочь, поучаствовать в этом АСАРе. И по итогам этого АСАРа многим активистам нынешний режим предъявляет обвинения, что якобы они участвовали в шествиях, еще какие-то обвинения. И это все связано с тем, что 24 июля активисты пошли в сторону могил, где находится, где похоронен Дулата Агадил. И вменяют им административное изыскание по обвинению, что якобы было несанкционированное шествие. Так вот, это сейчас происходит по всей стране. И многих задерживают на 15 суток, на 10 суток и так далее. Организатора строительства дома Дулата Агадила в Талабкере, Ербол Исхожин, вообще посадили на 15 суток по обвинению. Внимание, что якобы он призывал на митинг, который прошел 6 июня. Как известно, на митинг призывал и ДВК, и Жамбулат Мамай. Но Мамай, который находится в Алмате, он не был привлечен к административной ответственности, не был оштрафован, не был посажен на 15 суток. И вот почти через 2 месяца власть просыпается и вспоминает, что оказывается якобы Ербол Исхожин призывал на митинг. Вот видите, на самом деле раскрывается лицо режима. То есть Мамай свободно ходит, летает, прилетает в Астану, ходит в окружение ОМОНа, и никто его не обижает, не трогает. Наши далекие от политики, наивные люди считают, что таким образом власть его подставляет. И эти игры КМБ, они очевидны на поверхности. Видно, что это прокладка власти в лице Мамая. И его используют для отвлечения, создания различных провокаций, чтобы люди пошли в ту сторону, которую укажет КМБ. Так вот, по сути дела, сейчас власть напуганная, что 8 августа на Аси Дулата Гадила будет большое скопление негативно настроенных власти людей, что они соберутся и пойдут якобы на штурм Ахарды, они напуганные решили провести превентивные задержания, превентивные преследования активистов, чтобы запугать население. И, собственно, именно поэтому происходят аресты, задержания, штрафы. Это кампания по запугиванию наших граждан. И вот, собственно, сейчас мы являемся свидетелями, что власть решила применить уже бандитские приемы, и произошло похищение, похищение Аблаваса Джумаева. При этом, как известно, что такого рода специальные операции разрабатываются в недрах Комитета национальной безопасности, который контролирует органы внутренних дел, полицейские фактически выполняют роль их подручных, их исполнителей. И каждый раз, когда проходят те или иные митинги, вы видите неких гражданских лиц, которые ходят без опознавательных знаков и командуют силами полиции. И, безусловно, чтобы ни у кого не было сомнений, было ясное понимание, что такого рода операции, как похищение убийства, все разрабатывается в недрах Комитета национальной безопасности. Именно под руководством главы спецслужб Карима Масимова и его первого заместителя Самата Абиша, племянника Нурсултана Назарбаева. Такие операции разрабатываются, подготавливаются, продумываются, идет доклад Назарбаеву, и затем идет отмашка со стороны Назарбаева, чтобы применить такого рода репрессии против активистов и таким образом запугать наших граждан. Я хочу вам напомнить, что в ноябре 2005 года был убит известный политик Замамбек Нуркадилов, был убит у себя дома, тремя выстрелами, и по версии следствия это было якобы самоубийство, при этом человек в себя несколько раз стрелял, потом лег, накрылся простыней и умер. Представляете, абсурд! В ноябре 2005 года была также похищена и убита девочка Оксана Никитина. Ее вообще нашли в одном из мусорных баков. Мать Оксаны Никитиной помогала оппозиции, распространяла различные материалы, и таким образом до этого она тоже получала различные угрозы, и в итоге была похищена и убита ее дочь. В феврале 2006 года, уже после выборов, был убит оппозиционный политик Алтенбек Сарсимбаев со своими помощниками. И в итоге, когда власть пыталась представить это убийство как случай на охоте, подставились именно работники Комитета национальной безопасности. Дело в том, что шла параллельная слежка представителями Министерства внутренних дел полиции, и они нашли, зафиксировали телефон, который был украден этими убийцами. И один из работников, скажем, спецслужб, это группа, так называемая, Беркут, рядовые работники органов национальной безопасности, они были в результате этого найдены, и глава КНБ Нартай Дубаев ушел в отставку, типа его подчиненные, оказывается, участвовали в похищении людей. То есть, таким образом, получилось, что в связи с тем, что определенная конкуренция между двумя службами была, между Комитетом национальной безопасности и Министерством внутренних дел, было раскрыто, что в похищении участвовали работники Комитета национальной безопасности. И очевидно, что убийство Замамбека Нуркадилова, Замамбека, извините, Оксаны Никитиной, Алтамбека Сарсимбаева и его помощники организовали именно органы Комитета национальной безопасности по приказу Нурсултана Назарбаева. Сейчас неизвестно судьба Блаваса Джумаева, его жена уже два дня бьет тревогу, полиция делает вид, приходит, делает, описывает процесс, берет заявление о том, что Блавас Джумаев пропал, но при этом все прекрасно понимают, что он пропал именно как следствие репрессивных действий со стороны власти. И здесь не удастся списать на то или иное обстоятельство, что человек просто пошел погулять, еще что-нибудь, не удастся. Мы все четко понимаем, что все это осуществлено по приказу Нурсултана Назарбаева и его исполнителем является представитель комитета национальной безопасности Карим Масимов и племянник Нурсултана Назарбаева Самад Абиш, первый заместитель комитета национальной безопасности. Уважаемые друзья, вы все прекрасно знаете, что эта власть не проведет никаких расследований. Вот недавно в Сатбаеве был случай, когда педофил украл девочку и органы внутренних дел, полицейские, не сделали никаких реальных действий по обнаружению этого педофила. Это сделал сам народ. Именно сам народ обнаружил эту квартиру, именно сам народ туда двинулся, чтобы потребовать наказать человека, который совершил это преступление. И полиция, переодев его в форму полицейского, вывела, как бы они говорят, опасались самосуда. И этот факт просто говорит о том, что полиция делать ничего не будет, потому что они сами были исполнителями приказа комитета национальной безопасности. Если Аблавас Жумаев где-то сейчас и находится и спрятан, то он в первую очередь сделал исполнителями внутренних дел полицейскими, а также надзирающие над ними комитетом национальной безопасности. В этой связи я знаю, что граждане Актав, именно жители города Актав объявили о том, что организуют поиск, так же, как в городе Сатпаеве. Они сегодня, вот буквально сейчас я получил сообщение, что в 16 часов по времени Актав или в 17 пол-маты звучит следующее объявление, что требуются волонтеры и они все собираются перед зданием Комитета национальной безопасности города Актав. Очень правильно, уважаемые сограждане, что именно около здания КНБ, потому что вы прекрасно знаете и понимаете, это похищение организовано руками Комитета национальной безопасности, это уже все понимают, поэтому от ответственности Карим Масимов, Самат Абишев, Нурсултан, Назарбаев не должны уйти. Значит, объявление распространено следующее, я сейчас это озвучиваю. Перед зданием КНБ Актав 24-й микрорайон, 4-е здание напротив рынка 22-го микрорайона, время сбора в 16 часов по времени Актав. И жители города Актав заявляют, остановим этот беспредел. Я считаю, что мы должны всем обществом контролировать эту ситуацию, выражать свое возмущение, нам надо объединиться против беспредела Комитета национальной безопасности. 9-го августа в Беларуси будут выборы, выборы президента и, безусловно, будут развиваться различные бурные события. И наша власть напугана, потому что произойдет, как сказал сам Лукашенко, цепная реакция. Он заявил, что если он будет вынужден уйти, то диктаторы в странах, постсоветских странах посыпятся, как карточные домики, имея в виду Путина в России, Назарбаева в Казахстане и другие государства Центрально-Азиатских республик. И это правда. Падение режима у Лукашенко приведет к падению фактически как минимум сначала режима Нурсултана Назарбаева, а потом в России. И, конечно же, следом произойдут серьезные события в Таджикистане, Туркмении и в Узбекистане. Поэтому авторитарные лидеры, как Нурсултан Назарбаев, они обеспокоены, напуганы, они пытаются остановить этот протез репрессиями. Но, к сожалению, эти люди не учитывают, что обстановка кардинально поменялась, что как Белоруссии, как Казахстане, так и России народ уже не терпеть. В ближайшие несколько месяцев произойдут очень важные исторические события. И очень важно, чтобы при этих событиях наши люди не страдали, их никто не похищал, не избивал и так далее. А это возможно только тогда, когда мы объеднимся и будем действовать сообща. Уважаемые друзья, я еще раз акцентирую ваше внимание. Похищение Аблаваса Жумаева делал рук Нурсултана Назарбаева и его подручных Карима Масимова и Самата Абишева, первого заместителя Комитета национальной безопасности, племянника Нурсултана Назарбаева. Поэтому я прошу вас активнее воздействовать на наш политический режим, выражать свой протест. Я уверен, что очень скоро этот режим ответит за свои преступления. Алгарь Казахстан.